Частный дом по улице Минжинского расположен в укромном тихом месте, и лишь одна проблема заботит его жильцов – покосившийся электрический столб. Он грозно навист над постройкой, которую в начале 80-х сотруднику местной геологии Станиславу Голоду выдало родное предприятие. Сегодня теперь уже пенсионер, 78-летний Станислав Александрович вот уже два года как вынужден жить в ожидании чуда. Иначе не скажешь, ведь появление ответственных структур, готовых устранить сие отклонения, уже, казалось бы, нереально. Пенсионер неоднократно писал заявление в соответствующую организацию и даже обращался к депутатам. В поисках решения мы отправились в управление жизнеобеспечения администрации округа, где нам рассказали, что столб у дома Станислава Голода еще неплохо выглядит на фоне других аналогичных. Всего в таком подвешенном состоянии сегодня 16 электрообъектов. У нас также много проблемных районов от Щерса. Там деревянные столбы покосились. Недавно тоже обращались ветераны перед 9 мая, то, что не выполняет АСК. АСК в простонародье горсеть или горсвет. Сегодня на ее территории введен пропускной режим. И заявителям приходится оставлять свои претензии на бумаги прямо на проходной. Позже вновь возвращаться, чтобы узнать судьбу письма. Поэтому горожане идут в городскую администрацию для надежности. Однако рычагов воздействия на частного монополиста, который обслуживает солидную сеть объектов в городе, у администрации нет. Попросить – вот и все полномочия. Ну, рассматривают в течение 30 дней. Когда звонишь ему в срочном порядке, то могут рассмотреть, предоставить информацию, то не предоставляют. Вот Поминжинского назначил срок до 22-го. Ответа до сих пор не проступило. Сегодня уже 24-е. Пока сюжет готовился к эфиру, пришли последние новости. Заявку Поминжинского АСК рассмотрела и включила в график работы на этот год. Однако, как скоро, на самом деле, энергетики выпрямят столб, остается вопросом открытым. Ведь эти работы уже стояли в плане на выполнение у АСК еще в 2016 году.